Огонь пушка. А на кой жаловался? На тренировке ты когда был последний раз? Стрелять часто это очень дорого. 366 ТКМ. Куча собирается чуть повыше. По-моему 5 выстрелов я сделал. Кабана ты с ним не пойдешь, страшно. Режет картон сверху вниз. Хотелка же она такая. Там, ой, промазал, давай еще раз. Никакой стабильности, мне кажется, тут уже речь не пойдет. Ничего я не понял. Ой-ой-ой, сколько стоил? Всем привет, Евгений. В гостях у Практикал Шутинг. Но, чтобы вы знали, Евгений оператор и стрелок. У тебя 366 калибр и на канале, как ты видел, миллион людей. Ну, может быть не миллион, а 4-5 человек спрашивали про 366 калибр. И некоторые люди собираются только покупать оружие. Соответственно, ты являешься владельцем, и ты из первых уст сможешь рассказать, что такое 366 калибр. Отличная штука. В нашем законодательстве, для тех, кто хочет иметь калаш, но не хочет покупать себе 12 калибр, прекрасная вещь. Собственно, я его поэтому и покупал. Итак, законодательство не разрешает нам покупать нарезное оружие. Мы покупаем псевдонарезное оружие. 366 калибр один из первых, который появился у нас благодаря техкриму и молоту. 366 ТКМ. Это обозначает техкрим, молот. И есть оружие по 366 калибр от разных производителей, начиная от того же завода молот, концерна калашников и даже союз ТМ. И все они делают под этот патрон оружие. Сильно растягивать смысла нет, и я выражу свое мнение, которое у меня за несколько лет сформировалось относительно этого калибра и относительно практической стрельбы. А ты, пожалуйста, расскажи о потребительском, о твоем пользовательском опыте. И начнем, наверное, с насущного вопроса цена патрона. Это самая, наверное, такая больная тема. Действительно, боль, каждый выстрел стоит 33, наверное, 35 сейчас рублей. Где-то какие-то магазины продают и по 40 без озрения совести и говорят, что ну вот так. А если ехать в техкрим, оптом покупать? Или если ехать в темпган, оптом покупать? Что-то сэкономишь? Вот тысячи одного, одной, то есть если ты тысячу FMG купишь или тысячу килон там 15-13, да, там будет скидка. По процентам уже не скажу, но что-то сэкономишь, но не вот прям. То есть до нарезновых патронов там еще очень далеко. Соответственно, практическая стрельба требует больших настрелов. По меньшей мере тысячу выстрелов в месяц, если мы берем 4 тренировки. И тысячу выстрелов в месяц это еще не самая высокая цифра, которую себе можно представить. Потому что в карабинах расход патронов идет больше, чем, например, при стрельбе из ружья. Когда ты стреляешь из ружья, ты поднимаешь мишени, у тебя есть паузы. А здесь ты можешь поставить парочку-тройку гонгов или особенно на 300 метров. И там, ой, промазал, давай еще раз, ой, промазал, давай подкорректируем. И туда магазин за магазином можно сжигать и сжигать. Соответственно, тысячу патронов мы берем в месяц. Жень, пару слов скажи, пожалуйста, о том, какие патроны больше всего подходят для практической стрельбы и на каких можно сэкономить. Если мы для практики берем от, наверное, FMG-2, вот версия сейчас вышла, по сравнению с первой версией, чуть лучше на стильность. То есть при стрельбе на 100 метров куча собирается чуть повыше. То есть падение пули меньше. Если сэкономить, то это пуля эко, но для практической стрельбы очень, наверное, она не подойдет. История за стрельбами часто, по-моему, именно на этой пуле происходит. Практически, по-моему, все истории они были как раз с ней. И ее не купишь. Их практически везде нужно заказывать. И за месяц, там, за два. То есть они дешевые, но в магазине просто пройти даже там... Пробовал ли ты самоснаряжением заниматься, чтобы сэкономить? Вот это единственный лайфхак, который может помочь сэкономить. Но нет, это нужно обладать еще и временем свободным, достаточным. Как ты говоришь, тысячу патронов в месяц. А это, наверное, порядка там 10 часов, если не больше. Это на скидку, так я сказал. Плюс потратиться еще на оборудование. Но самое главное – это время. Например, сейчас в моей такой семейной ситуации это очень нереально. Тысячу патронов – это минимум. Желательно полторы-две делать. И если мы снаряжаем патроны, нужно все-таки знать, как это делать. Потому что снаряжение патронов – вопрос достаточно сложный. Ну, понятно, что присоединить пулю, завальцевать, насыпать пороха – не так сложно. Но сложность заключается в том, что надо сделать все правильно, технически правильно. Надо иметь правильное оборудование, компоненты. Потому что Иван Косоротиков, наш общий друг, он миллион уже этих выбивал патронов. Он сказал, что проблема даже не столько в заводских патронах, сколько в самоснаряженных. И пули застревают из-за неправильного самокрута, так называемого. Ну что ж, теперь несколько слов о самой практической стрельбе и этих карабинах. Вот у тебя карабин, он не для практики сделан, он больше тактикульный. Да, ну почему? Абсолютно. С другой стороны, в стандартном классе можно стрелять и из этого карабина. Но для практической стрельбы нам нужна настильность хорошая. То есть, чтобы линия, та баллистическая, была как лазер. Чтобы мы каждый раз, стреляя в перекрестии, видели мишень, и пуля попадала в мишень вне зависимости от дистанции. Так, конечно, не бывает. Но если хорошая настильность у пули, то ты на дистанциях, например, 200 метров можешь стрелять практически по прямой линии. А здесь уже начинается падение метров, наверное, со 100-150. 150, там уже приличное падение, со 100, да, потихонечку. А на 200, там уже совсем пулю падать начинает. На 250, на 300, я, честно говоря, уверен, чтобы кто-то попадал там в альфу. Ну, не знаю, в картонку можно, но никакой стабильности, мне кажется, тут уже речи не пойдет. Да, здесь я общался с ребятами, которые стреляют, и у них несколько разнятся мнения. Наверное, это мастерство зависит и от технической части. Где-то ствол лучше, где-то патроны правильные. Но один говорит, что на 300 метров можно уверенно попадать в поппер. Поппер – это 30-сантиметровая голова и ножка такая. Ну, то есть, если ты даже неправильно выбрал навесную траекторию своего миновета, то в ногу может прилететь. Но в любом случае, если отстреляешь по бумаге на дистанцию 300 метров или 350 метров, подойдя к мишени, ты увидишь там не круглые отверстия, а несколько продолговатые. Это говорит, что пуля втыкается в картон не прямо, а пуля режет картон сверху вниз. Это не очень здорово именно для практической стрельбы, поскольку здесь немного ошибся, и пуля упадет за мишенью, немного ошибся, и пуля упадет перед мишенью. И вот такая плохая настильность была проблемой для тех, кто стрелял в 7.62х39 без автоматов Калашникова православным патроном. И они жаловались, что настильность не очень хорошая. Но здесь эта проблема еще более усыгублена. Да, причем отдача примерно такая же, если не больше, чем у 7.62х39, а настильность хуже. Ну, отдача точно больше, и мы это с тобой не раз измеряли, проверяли. И если параллельно стрелять с 7.62х39 и 366, то, наверное, процентов на 20, на 30, на 3 я быстрее буду возвращать на 7.62. Марку прицельную, либо прицельные приспособления на мишень. Потому что подстреляв с 366 калибра из разных карабинов, я просто обращал внимание, что, во-первых, вверх кидает, во-вторых, пока она летит вниз, она еще и ныряет вниз, и потом надо и вот здесь искать. То есть после каждого выстрела, бум! 7.62 похожая история, но гораздо меньше. Не гораздо, я бы сказал, что может быть треть, но ощущение такое. Ну да, да. Там решает народ вопрос эти, но все равно. Как решают вопрос с отдачей? Что делают? Какие технические решения применяют? ДТК, облегченная рама затворная. Газовая камера, я так понимаю, туда становится такая же, как и на всех моих. Да, да, да. То есть здесь, в принципе, здесь все заменяемо. Ты сказал, что тюнинг весь подходит от АК на него. Да. А какая разница техническая? В чем вообще разница, если тюнинг весь такой? У тебя модель ТГ-2 или ТГ-2, по-английски говоря. Чем она отличается от стандартного калаша? Получается только патронником, фактически. Ну, то есть ствол и патронник. Да, да, ствол и патронник. Все. Хороший плюс, что если ты взял 366-й, подождал 5 лет, и ты понял, что вот весь тюнинг тебя устраивает, ты можешь его взять и перекинуть на свою пятерку или на 223-й. Приятно обманывать тебя этой мыслью, да, что через 5 лет у тебя сохранится тюнинг. Нет, ну тут весь вопрос только, как ты будешь с него стрелять. Потому что, еще раз, если ты не крутишь патроны, то стрелять часто это очень дорого. А ты как пользователь подтверди или опроверни, это правда, что каждый владелец в 366-го калибра на тренировках, делая выстрел, слышит звук в ушах, напоминающий звон монет? Да. Да. Как в Марию, помнишь, он прыгал, монетки собирал вот такой. Вот у меня такой звук. И если ты 5 лет регулярно стреляешь из него, он, скорее всего, умрет. По моим данным, карабин довольно живучий. И у меня есть информация, что, например, один сломался карабин на настреле в 18 тысяч выстрелов. В парке Патриот, там есть пара семейная, они тренируются, стреляют. И у одного из стрелков сломался карабин, боевой упор на 18 тысячах. Но второй с таким же настрелом и больше до сих пор живет. Я считаю, что в целом, ну, нормально. Нормально. Правда, боевые упоры у калашей ломаются на гораздо больших настрелах. И чаще там, наверное, нарезы ствола стираются. И тогда точность падает. Начинаются утюги. Но, естественно... Это ты сейчас про пятерки или про 7-62 говоришь калашу? Про 223 ломаются, пятерки, все ломаются. Я помню историю, когда карабин, по-моему, тысячи полторы, наверное, пробегал, две. И у него боевой упор тоже отломился. То есть ломается на любых настрелах. Но в целом, калаш есть калаш. Где-то недостатки по качеству. Но в целом, учитывая цену карабина, не страшно. Но учитывая цену патронов, тогда это получается другая история. Еще раз. В практической стрельбе нужно стрелять много. И это начинает становиться барьером. Ты не можешь заниматься практической стрельбой полноценно. Когда твой конкурент делает 10 выстрелов, ты делаешь 3 выстрела. А то и меньше. Ну, 3. Смотря, где ты закупаешь патроны, конечно. Но многие жалуются и в комментариях пишут о том, что они покупают свои патроны с большой-большой наценкой. Потому что, да, может быть, где-то здесь в регионе, в московском области, есть более-менее нормальный. Там 35-40 рублей. Я в Москве видел 40 рублей. В одном сетевом области. В Москве, да? В Москве. Ну, а если они едут куда-то далеко, может быть, на юг, или там, где один охотничий магазин на ближайшие 50 километров, в радиусе, там цены, может быть, еще выше. И недавно я был на заводе Техкрим. Мы этот вопрос поднимали. Почему высокие цены? Кстати, вот здесь есть ссылка. И вы сможете посмотреть об этом. И интервью, и то, почему, объясняется, почему там дорогие патроны. В общем, патроны дешевле не станут, к сожалению. Ну, если только какой-то, наверное, там перспективы очень-очень дальней. Ну, это чисто фантазия. Я не думаю реально, что патроны подешевеют. Поэтому первая причина, почему для практической стрельбы он не подойдет, этот карабин, потому что патроны слишком дорогие. Вы будете всегда переплачивать за тренировки. Вы всегда будете недостреливать относительно ваших конкурентов. Абсолютно. Даже, ну, самокруп или самокруп. Вот такой момент все-таки. Второе. Второе. Практическая стрельба – это быстрая стрельба. То отдача, которую ты упомянул, она здесь довольно существенная. И из-за того, что я не могу второй выстрел повторно делать так же быстро, как первый, то я буду терять во времени. Темпово будет выглядеть так. Соперник стреляет в 5.45, даже если это дешево. Кстати, в 5.45 вполне подходит для практической стрельбы, просто номенклатура, количество видов патронов меньше. Ну, или 223-м калибром он стреляет. Дудун, 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 дудун. То я буду стрелять. Дун, 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 дун. То есть я каждый раз, на каждом сплите, так называемый, буду терять, там, 2, может быть, секунды, все 0,2 секунды. И совокупно, если на соревновании 300 выстрелов, можно умножить их на 0,2 секунды, это будет уже существенно. Кроме того, мы будем выходить на позицию на дальнюю, там, где начинаем стрелять. 150, 200, 250, 300. Я вынужден буду, вместо того, чтобы прицелиться, обработать спуск в позиции, даже лежа, я вынужден буду вспомнить, куда мне нужно выносить. Или, ну, я не знаю, там, позволяет ли разметка, потому что ни одной сетки, я думаю, не существует по 366-й калибру. Там штатная целька 762 стоит, которая позволяет, вроде бы, до 1000 метров стрелять, но по факту там уже 366-й будет совсем улетать в землю. Ну, предположим, мы на боковой крон какой-нибудь повесили, или поставили другую крышку, или шасси даже повесили, и поставили оптический прицел. Все равно, с выносом стрелять всегда хуже, чем напрямую. Это интуитивно тебя задерживает. Ну, как ты видишь, у меня вообще карабин для практической стрельбы, он особо не предназначен. Он больше все-таки такой для просто убивания картона по выходным, честно говоря. То есть для фановой стрельбы. Вот. Проблем за полторы тысячи выстрелов у меня были только вот на этом вот магазине родном, который, в принципе, от 762. Два было утыкания, два подряд. Все. Просто я его отложил в сторону, использовал он по-афгански в магазинах. Вообще, все. Больше после этого никаких проблем. Почистил я его первый раз после 800 выстрелов. Это был такой маленький эксперимент, что с ним будет. Плевать ему было. Стрелял он и стрелял. Он был весь грязный внутри, когда я его, конечно, разбирал и чистил. Но он продолжал стрелять. Очень хорошо. Ну, коллаж действительно нетребовательный к чистке. Те, кто стреляет в Сайгу-9, ТР-9 и так далее. Акомоиды разного рода, ружье, вепрь, Сайга, они все в этом плане очень сильно разбалованы. А люди, которые покупают аэрообразные, вот там у меня есть аэрообразные карабины, в ванне, который начал удивляться, что надо так его надраивать, чтобы он надежно работал. Поскольку газовая камера задушила все излишнее, соответственно, любое сопротивление, грязь и так далее, они создают проблемы, трение, и может что-то не дозакрыться, что-то не открыться. И требователен он к чистке. Хотя, наверное, к оружию армейскому это меньше относится. Но все равно там не такая перекомпенсация, как в Калаше. Здесь газы он послал, все продрал, отдачу дал тебе сильную в плечо, назад все продрал за счет пружины инерции, ну и все. И он сам себя чистит с каждым выстрелом. Ну как, раздвигает грязь, я бы так сказал. Сколько стоил тюнинг на этот карабин, и что он из себя представляет? Ой-ой-ой, сколько стоил. Рукоятка 2700, это вот то, что прям точно я бы сменил, это пистолетная рукоятка. Потому что на Калаше она все-таки не самая удобная. Это вот эта накладка. Очень удобная она по сравнению с оригинальной. Не ставьте такую накладку. В Калаше они и так отламываются, а с этой штукой они отламываются еще... Ты же про Сайгу 9 сейчас говоришь. Я про все Калаши говорю, потому что эта часть отваливается регулярно. Блин, ну вот тут я бы с тобой поспорил, но не буду. Ну а что споришь? А что споришь? На тренировке ты когда был последний раз? С Калаши. Три дня назад с нами, да? Ну. С ружьем. Вот. Придешь на тренировку еще раз, и я тебе покажу, сколько людей уже потеряли. Ну, нет, может быть, если ты стреляешь, конечно, в спорт, то да. Там нагрузки все-таки на него больше, поэтому, возможно, в спорт не буду. Здесь у меня ДТК нет, хотя я пробовал, один мне понравился очень ПШ-7. Вот он прям работает, его можно прям настроить, и было, я с 10 метров стрелял так темпово. Видно, что там он прям работает, и кучка стабильнее идет. Вот. Приклад Знитковский, но, если честно, я бы сейчас приклад оставил бы родной вообще. Поставил бы, наверное, только тыльник резиновый себе туда и все. Какой такой такой? Сейчас? Около двадцатки, наверное, где-то плюс-минус. Я там со скидкой покупал, он мне в 2013 обошелся тогда. Объясню даже почему, потому что его менять гораздо проще, чем трубчатый. Никаких перехотников ничего не нужно. Выбил пин, вставил, забил пин обратно, все. Он складывается, раскладывается. Синитка известная компания, у нее много поклонников. Некоторые тоже вначале ставили цеви от них на парабины. Для спорта? Спорт, да. Они тяжеловатые, наверное, все-таки. Да, в итоге сейчас никто не стреляет с ними, потому что излишняя масса, как они считают. Ну, у меня нет большого опыта работы с зениткой. Пару штук я использовал, хорошо построенные, излишние по массе. Для войны, наверное, нужно это, а для спорта нужно что-то полегче. И больше использовать карбон, всякие легкие вещи. Может быть, даже в какие-нибудь пластике. Смотри, если у нас сильная отдача, вот по практике, ты даже в положении лежа стреляешь, чуть-чуть ты неудачно лег, стреляя с карабином без отдачи. А если карабин настроен на нем вообще практически, отдачи нет на 5.45 или 2.23 на таких калибрах, то тебе это очень прощается. Там можно стрелять с кракозяброй вот так сбоку, там можно как угодно лечь, стрелять. И отдачи нет. В принципе, как-то ты там пристрелился, стрельнул. Здесь же на этом калибре даже из положения лежа, ты стреляешь или даже с упора, неважно, он тебя заставляет занимать идеальную позицию. Потому что чуть-чуть ты ошибся, и он тебя выбивает. Он не позволяет тебе повторный выстрел делать. Тебя начинает разворачивать, либо тебя начинает разводить, ты теряешь правильную позицию, и твоя голова относительно прицельных приспособлений уезжает, и все, либо ты получаешь параллакс и так далее. Ну, куча умных слов. По факту, из-за сильной отдачи ты не можешь пренебрегать позицией так, как ты это делаешь и стойкой, как ты это делаешь в 223 калибре. Один мой товарищ, который стреляет практическую стрельбу, говорит, что из-за того, что тонкий ствол у 366-го, даже относительно 7,62, то при интенсивной стрельбе возможны уводы. То есть ствол начинает деформироваться, соответственно, у тебя меняется средняя точка попадания. А поскольку у тебя зажато посередине газовой камерой ствольный ствол зажат, то вот эти пережатия приводят к ухудшению кучности стрельбы. И то, что на соревнованиях может быть второстепенно, вот в тренировочном процессе мешает. И у тебя меняется средняя точка попадания при перегреве ствола. Тонкий ствол легко греется от этой пули. Я просто не стрелял в таком темпе, чтобы он прям нагрелся, я тебе честно скажу. То есть я делал там серии 5-6 выстрелов, ну и потом он у меня немножечко отдыхал. То есть прям так, чтобы несколько магазинов выпустить, такого не было. Можно не разводить теории, кому сколько доступно, можно реально посмотреть на те соревнования, где люди участвуют в карабинных соревнованиях и используют 366-й калибр. И я скажу, что на больших соревнованиях это чаще всего 2-3 от силы 4 человека. То есть мало людей идут на большие соревнования с этими карабинами. С другой стороны, например, были матчи Артели, были матчи первого уровня. И там гораздо больше. Там прям группы людей заходят, участвуют в этих соревнованиях, получают удовольствие. И слава богу, и молодцы. То есть я думаю, они сами прекрасно отдают себе отчет, что их карабин технически не позволяет конкурировать с другими, не позволяет столько тренироваться. Но войти в карабин позволяет, и наработать навыки позволяет. И, как опять же один товарищ мне сказал, когда переходишь с этого карабина на какой-нибудь нарезной... 2-2-3. Да. Это песня. Он говорит, что все равно, что стреляешь лазером. Так круто. Такие возможности открываются. Ну и хорошо. То есть в нашей обстановке гораздо лучше иметь доступ к такому калибру, чем его не иметь. По факту, покупая его, если это твое первое оружие, то, естественно, ты получаешь безопасное обращение оружия, научишься 100%. Хват, стойка, перезаряжание и все тому подобное. Тюнинг. Выберешь для себя, какой тебе уже нужен. То есть ты через 5 лет уже войдешь подготовленный. Если ты, конечно, заходишь после 5 лет, еще карабин страдает. На соревнованиях все равно же, ты же имеешь какие-то амбиции, хочешь быть сильнее, выше и быстрее всех. Было бы интересно, если бы, например, в тех креме концерт Калашников и Мола взяли бы и сказали, ребята, давайте устроим по 366-му карабину соревнования. Только между ними. Вот есть лига Калашников. Может быть, они выделят там внутри лиги для этого калибра отдельный зачет. Я бы, честно, тогда бы я бы даже поучаствовал, потому что, конечно, соревноваться с пятерками из 23-м, ну, странно заходить в соревнования, когда ты понимаешь, что ты технически уже хуже. Но на самом деле все равно тех крем, надо сказать, спасибо и концерт Калашникову. Да, отчасти люди находятся под прессингом постоянным, но если бы я был тех кремом или если бы я был Калашниковым, я бы не обращал внимания. То есть лучше даже пусть конструктивная критика, сольется вместе с неконструктивной, но количество недовольства и необоснованных оскорблений, мягко говоря, теряет всякие грани. Потому что люди начинают оскорблять, делать заявления, которые ничего общего не имеют с истиной. Люди, которые не имеют оружия, либо имеют оружие, но понаслышке только знают, что такое вообще его делать, что такое патроны, что такое подготовка, что такое изготовление оружия. То есть мало чего знают, но вот именно у этих людей больше всего суждений. Естественно. Самые лучшие экономисты и управленцы инженеры на Ганс.ру. Да, Ганс.ру хороший ресурс, ну да. Ганс.ру хороший ресурс, ну блин. Иногда вот страшно в комментарии заходить. Мне делают плохо. Делают плохо. Ты почему-нибудь без шапки, да? Почему ты в шапке, знаешь? Да, да, да. То же самое. Одни говорят, дайте нам планку Пикатинни здесь, мне нужен фонарик. Вторые говорят, нахер она мне там нужна, и как бы и ненужного сделали говно. Да. И кого слушать. Согласен. А на кой жаловался, что когда делали пистолет Лебедева, одному дали пистолет и говорят, а почему органы управления такие маленькие, ничего невозможно нажать, предохранительный не снимешь, задержки затворные не найдешь, просто стрелять невозможно. Что здесь дерьмо вы сделали? Другому дали, он сказал, что у вас такие органы управления за все цепляются, руки царапают, вы не можете их плоскими сделать? Сделали дерьмо какое-то. Ну вот, вот. И еще вопрос был, с чем лучше заходить в практическую стрельбу? Если у вас интерес спортивный, посоревноваться, получить удовольствие, там, самосовершенствованием заняться, там, научиться делать быстрые переносы, сплиты, вот все, что связано с практической стрельбой, то лучше все-таки будет не этот калибр, не 366-й, а все-таки лучше будет 345-й калибр. Он практически ничем не уступает, 9 на 19, и там вы будете на равных выступать. Тем более, 345-й калибр официально принят Федерацией практической стрельбы, одобрен Международной конфедерацией практической стрельбы для выступлений на национальном российском уровне. И уже в правила прошли, и Минспорт этот принял калибр. То есть вы на полных основаниях с самого начала на равных будете с 9 на 19. Там есть свои недостатки, там еще не адаптированные магазины, иногда из них выпадают патроны, есть чуть больше задержек, и были до недавнего времени проблемы с качеством патрона, тех крема, который он, по-моему, исправил окончательно. Сейчас ребята покупали последнюю партию, там более 10 тысяч патронов, и был один не на колл капсулю на 10 тысяч патронов. Это хороший очень результат, то есть никаких застрявших пуль, к качеству претензий больше не было. 366-й для охоты. Тут вот мнения разнятся на самом деле. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет, потому что есть у меня ребята, которые охотятся, сходят с ним и говорят, им очень нравится, а кто-то говорит, что нет, там, мол, на кабана ты с ним не пойдешь, страшно, потому что энергии пуль не хватает, и на лося, например. Поэтому нет, вот здесь однозначного мнения нет. То есть если с практической стрельбой все-таки большинство говорит, что, наверное, больше нет, то с охотой мнения разделились. Я ничего сказать не могу, потому что я не охотник. У моего друга Жени, СКС, и он ходил на лося, и говорит, что для охоты очень даже нормально, очень даже хорошо. И хватает энергии, и патрон просто замечательный. Кроме того, этот патрон относительно более безопасный, потому что вообще нарезняком вверх в небо стрелять не очень здорово, но вот если ты стрельнешь, этот патрон, этот калибр упадет гораздо раньше и до деревни не долетит. Километр не долетит, мне кажется. Ну да, только этого ролика мы делать не будем. Но не калашом единым. Есть еще карабины от техрима должен был быть карабин в 366-ом калибре на аэроплатформе, но он не смог появиться на свет из-за того, что там подача была неправильная, убогая. Магазины были от 38-го калибра, в общем, не тот угол, и реально тяжело технически решить эту задачу. Они отказались в итоге, к сожалению, от этого проекта. Зато, например, Союз ТМ. Союз ТМ сделал карабин и 366-ой калибр можно стрелять и в этих. Ты его пробовал? Да. По-моему, пять выстрелов я сделал. Ничего я не понял. И, насколько я знаю, там были проблемы, там газовая камера настраиваемая, в общем, там были какие-то проблемы то ли с невыбросом, то ли с подачей. В общем, надо разбираться. Здесь я не готов ничего сказать, пока они отстреляют по-хорошему, там много патронов. Друзья, я надеюсь, что мы с Женей дали вам какую-то полезную информацию для того, чтобы пораскинуть мозгами, подумать, стоит ли вам брать 366-ой для спорта, но для охоты, естественно, стоит однозначно брать. Тут даже и нечего думать. Да нет, его стоит брать. Я честно, если бы не цена патрона, я бы сказал, что это прям огонь пушка. Она и так огонь пушка. Если бы мне сказали, я бы еще раз взял бы этот карабин. Но стрелять из него просто не получается так часто, как хотелось бы. Да, финансовый барьер он везде. Существует практическая стрельба в принципе и не дешевый вид спорта. Кстати, вот здесь можете посмотреть, сколько стоит практическая стрельба. Но, тем не менее, если у вас есть финансы, если есть возможности, то можно даже в практику заходить и с 366-ым. Более чем. Хотелка же она такая. Она перевешивает все остальные аргументы. Универсальный, мощный, не идеальный патрон, который сгодится, как говорится, и малышам, и детворе. Спасибо тебе. Спасибо всем, что было. И увидимся снова. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok